Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами займемся обрезкой черешни. Дереву этому уже более 10 лет, и черешня, как культура, сильно рослая, в какой-то мере склонна к загущению. И основная задача при обрезке черешни – это сдержать ее сильный рост. А именно, снизить крону, проредить, убрать перекрещивающиеся ветви, обеспечить хороший доступ к стволу и приствольному кругу. Итак, мы приступаем. Для того, чтобы срезы были правильными, главное – хорошо, грамотно расположить режущие лезвия. Вот сейчас мы с вами будем обрезать секатор Фискарс плоскостной, как я уже раньше рассказывала, режущий кромкой к той части дерева, которая остается. Благодаря именно плоскостному секатору лучше всего удаются срезы на перевод. Пеньков практически не остается. Очень хорошая сталь у данной модели. И что нужно сказать, что мне особенно нравится – это поворачивающаяся ручка. Рука меньше устает и практически не натирает мозоли. Очень легкая модель. Итак, мы убрали загущающуюся веточку. Здесь у нас идет вниз. Мы ее укоротим немножко. Обратите внимание, наша задача – сделать так, чтобы, когда мы ухаживаем за деревом, мы могли свободно подойти к нему внутрь кроны, чтобы нам ничего не мешало. Где-то мы срежем на перевод, где-то мы просто укоротим. Также обязательно удалить, не забудьте, все ветви, растущие внутрь кроны. Она должна быть хорошо проветриваемой, хорошо освещенной, чтобы ягоды, черешни, которые оказываются внутри, получили достаточное количество света. Так здесь мы укоротим небольшую веточку. Вот, видите, черешница дает побеги во все стороны. Это такая порода, за которой нужен только глаз да глаз. Эту веточку мы укоротим, оставив небольшой пенек с обрастающими почечками, чтобы какое-то время она у нас прослужила как плодоносящая. Вот эту, которая слишком глубоко ушла, также укорачиваем, удаляя часть плодовой древесины. Очень хорошая заточка у секатора. Секатора режет гладко, без задержки, антифрикционное покрытие. Это, надо сказать, очень немаловажное качество для секатора. Хорошая ветка уходит вверх. Наша задача ее немножко укоротить с тем, чтобы в дальнейшем она немножко разветвилась и здесь. Удаляем также все сухие веточки. Их в саду, в вашем дереве, быть не должно. Ваше дерево должно быть здоровым. А каждая сухая веточка – это корм для какой-то болезни. Вот здесь, видите, когда-то пенечек был, он усох. Здесь веточки трутся. Убираем. Стараясь не оставлять пеньков. Ведь пеньки очень плохо зарастают. И в дальнейшем там может поселиться какая-нибудь нехорошая бяка. Вот эти вот ветви, идущие вниз, убираем полностью. Такими секаторами ручными очень хорошо резать тонкие ветки толщиной, ну, сантиметр, полтора-два максимум, если у вас достаточно сильные руки. Получается ровный срез. Дело в том, что в данном случае ветка находится не в очень выгодном положении. Она сильно затененная, вот, в нижней части кроны. И она просто не сможет полностью реализовать свой потенциал. Здесь, смотрите, черешня, как я уже говорила, культура довольно-таки сильно рослая. И если позволить ей расти без обрезки, она очень быстро достигнет высоты и 5, и 6, и более метров. Поэтому очень важно своевременно ее обрезать, желательно с переводом на более пологие ветки. Вот в данном случае, вот, очень выгодная ветка, и вот, которая занимает хорошее положение в кроне. Поэтому вертикально растущий побег мы удаляем. Это укорачиваем с тем, чтобы образовались вот такие вот на ней букетные веточки. И она занялась плодоношением. Вот эти, прирост прошлого года, укорачиваем. Больше всего в укорочении нуждаются быстро растущие, сильно растущие побеги прошлого года, прирост прошлого года. Те веточки прошлогодних, которые растут слабо, которые они сильно отросли, они в укорочении не нуждаются. Нуждаются в укорочении или удалении те ветки, которые трутся, перекрещиваются, мешают. Их, конечно, удаляем в первую очередь. Вот, например, здесь, обратите внимание, хорошая двулетняя ветка, здесь прирост прошлого года, на двулетние веточки, которые укоротили в прошлом году, заложились хорошенькие букетные ветви, здесь уже идёт полным ходом плодоношения, то есть очень удачно. Прирост небольшой мы его не трогаем. Здесь у нас пошла ветка, видите, она не в очень выгодном положении, мы её, пожалуй, вырежем полностью, не вырежем полностью, а укоротим. Здесь её толщина гораздо больше, чем полтора сантиметра, поэтому мы воспользуемся более мощным секатором. Для того, чтобы срезать ветку толщиной сантиметра два, особенно это актуально для женщин, всё-таки у нас руки не такие сильные, как у мужчин, можно воспользоваться секаторами с храповым механизмом. В данном случае у нас секатор Fiskars, контактный, есть площадочка, в которой упирается лезвие, который позволяет срезать толстые ветки без особых усилий в два-три приёма. Вот перед вами как раз такая веточка. Закладываем секатор. Раз, два, три. Здесь у нас, чтобы не мешало, здесь ветка, идущая внутрь, мы её переводим на почку, идущую наружу. Так, здесь выбираем хорошенькую почечку, которая идёт наружу, чтобы не загущала. Здесь ветка не в очень выгодном положении, мы её укоротим, сделаем её плодоносящей. Обычно на таких укороченных веточках на следующий год закладывается много цветочков, и она уже занимается непосредственно плодоношением. Здесь свисающее укорачиваем. Укорачивать стараемся на ту почку, которая идёт в нужную нам сторону. Чаще всего, конечно, наружу. Эту я удаляю, потому что она здесь и перекрещивается, и не в очень хорошем положении находится. Вот, видите, ветвь, идущая внутрь кроны. Как бы она и хорошо расположена, но всё-таки будет лучше, если удалим. Раз, два, три. Без особых усилий срезаем даже вот такие вот ветки. Вот, ещё один претендент на удаление. Сантиметровая веточка. Удаляем по кольцу, по наплыву. Женская модель секатора. Минимум усилий. Главное, приспособиться к его особенностям работы. Когда мы обрезаем деревья в саду, мы должны помнить, что мы должны свободно проходить между ними. И те ветки, которые, вот видите, здесь начинают переплетаться, перекрещиваться, мы должны себе обеспечить проход. Поэтому не стесняйтесь, удаляйте то, что вам мешает. В первую очередь, дерево должно быть удобным и для вас. Если ветка идёт вниз, вот как в данном случае, видите, длинная такая ветка, вот, но удалять вы её не планируете, её можно срезать с переводом на идущий вверх побег, ответвление. Проснувшаяся здесь почка потихонечку её начнёт подтягивать и выравниваем. Удаляем все, вот видите, трущиеся, отмёрзшие, чтобы они не мешали. И вот, обратите внимание, сейчас мы с вами можем спокойно дотронуться до дерева, зайти внутрь кроны, в случае чего, даже забраться внутрь, леточку, которую удалим, как загущающую, забраться внутрь на дерево, чтобы собрать черешню изнутри, так сказать. Черешню, как и другие косточковые, обычно обрезают одними из последних. Дело в том, что растения очень чувствительные к возвратным заморозкам, и поэтому желательно провести обрезку в тот период, когда уже угроза их миновала, чтобы не пришлось бы потом, после неожиданных холодов где-нибудь в феврале, в начале марта, проводить обрезку, вырезая сильно подмёрзшие ветви. Укорачиваем на наружную, здесь, видите, слишком много веток укорачиваем с переводом. Для обрезки ветвей, которые находятся очень высоко, можно использовать сучкорезы с длинными ручками, либо специальные высотные сучкорезы, что позволяет срезать, в зависимости от того, какую модель вы используете, на высоте до 4-5 метров. В данном случае я пользуюсь высотным складным сучкорезом фирмы Fiskars. Нужно сказать, что из всех тех моделей, которые я использовала ранее, других фирм, это, пожалуй, самое удобное, самое практичное. И при работе им можно обрезать даже очень высокие деревья. Вот этот раскладывается в длину до 4 метров 20 сантиметров. Итак, приступаем. Убираем то, что растет внутрь, то, что, видите, перекрещивается. Что-то из этого нужно будет удалить. Я бы удалила, укоротила бы, по крайней мере, вот эту вот веточку. Здесь очень мощная ростовая ветка, растущая внутрь, кроме, убираем. Это укорачиваем. Переводим на пологую с небольшим укорочением. Это провоцирует закладку, укорочение прошлогоднего прироста провоцирует закладку новых цветковых почек в этом, в текущем году, которые в будущем году уже начнут давать вам урожай. Вот так и сделаем. Здесь несколько веток. Одна из них, вот эта вот, прошлогодняя однолетняя ветка, идет в очень выгодном для нас положении. И мы сделаем перевод именно на нее. Нарезаем все загущающее, все, что идет внутрь кроны. По сути дела, крона дерева должна именно косточково, напоминать чем-то открытую чашу, свободную для солнца и ветра. Вот здесь, видите, два очень мощных побега. Нам нужно будет сделать выбор, кто-то из них будет таким временным проводником. Пожалуй, не из этих даже двух, а лучше выбрать кого-то пониже. Все-таки мы помним с вами, что черешня порода сильно растущая. А собирать черешню желательно все-таки нам, а не птицам, которые летают высоко. Оставшийся побег мы укорачиваем. Укорачиваем на наружную почку. Обычно в таком случае почки, расположенные ниже среза, просыпаются и дают в дальнейшем побеги, обеспечивая дереву хорошую облиценность. Обратите внимание, как удобно вы можете этим секатором манипулировать в кроне дерева, поворачивая, срезая именно то, что нужно вам, именно так, как положено. Видите, у нас загущенность такая, а листья все-таки у черешни очень крупные, поэтому мы сейчас эту загущенность будем немножко разбирать. Нужно сделать так, чтобы все хорошо просвечивалось, прогревалось. Кстати, в лажурных кронах, в незагущенных кронах, заболеваний гнилью плодов гораздо меньше, чем у тех, которые растут так, как им хочется. Это еще и здоровье вашего дерева, если вы обрежете, или правильно, здоровье вашего урожая. Здесь очень много веток, пожалуй, немножко проредить их не помешает. Вот, пожалуй, на эту укоротим. Отлично режет, очень гладкие срезы. Мне работать таким секатором действительно одно удовольствие. Укорачиваем сильно растущее. Переводим на боковые ответвления. Еще раз осматриваем свои деревья. Укорачиваем то, что не заметили ранее. Еще посмотрим с этой стороны давайте. Дело в том, что обрезка – это тот случай, когда вид дерева зависит от точки зрения на это дерево. Поэтому обязательно осматриваем его в процессе обрезки со всех сторон. Потому что то, что кажется с одной стороны хорошо, может оказаться с другой стороны не очень хорошо выглядящим. Видите, здесь у нас перекрещивающиеся ветви. Плюс больнушка такая, обязательно надо выщипнуть. Ну и, соответственно, решить, кому мы оставим, кого мы уберем. Ну, в данном случае нам, пожалуй, надо будет обеих приводить в порядок. Вот, удалить полностью. Раз. И вот здесь. Два. Эту вот ветку, она идет очень низко, она цепляется при проходе. Мы, пожалуй, удалим полностью на кольцо у ее основания. Такие толстые ветви можно срезать либо сучкорезами, либо при помощи пилки. Срезать стараемся по наплыву. Вот, обратите внимание, четко выраженный наплыв кольцо. В таком случае раночка быстро зарубцуется. И дерево ваше не заболеет. Если в процессе обрезки у вас получились небольшие задели, коры, их желательно загладить ножом. И, кстати, все срезы крупные, больше по диаметру, чем сантиметр-полтора, после обрезки мы замазываем садовым двором. До предотвращения заболеваний. Здесь снижать высоту не надо. Дерево имеет оптимальную, я считаю, для черешни высоту. Садовую, позволяющую за ней хорошо ухаживать, обрабатывать и собирать урожай. После того, как вы закончили обрезку, обязательно собираем всю обрезанную древесину из-под деревьев. Она в саду оставаться ни в коем случае не должна. Замазываем все срезы садовой краской, садовым варом, бальзамом, для того, чтобы предотвратить заражение деревьев болезнями. И уже после того, как вы окончили обрезку, закончили замазку, можно приступать к ранневесенним обработкам сада профилактическим от болезней и вредителей. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал. Просветания вам и вашему саду! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok